Вячеслава и Демешева направили в Афганистан, когда ему было 27. Недавний выпускник Саратовского высшего военно-авиационного училища сел за штурвал МИ-8. Самыми страшными для молодого лейтенанта стали первые полтора месяца. Во время второго боевого вылета винтокрылая машина получила 16 пробоин. Мужчина рассказывает, происходило всякое, но один случай доказал. Его ангел-хранитель определенно не дремлет. По мне тоже была ракета, слава богу, пролетела мимо. Я уже считал секунды. Но вертолет я не покинул. Думаю, вдруг мимо пролетит, что потом делать. Думаю, если взрыв будет, тогда в парашютах прыгну. Но это было, конечно, наивно после попадания ракеты. Никто не спасается. Сегодня Вячеслав Идемешев капитан в отставке. Расти двух сыновей. В канун 30-летней годовщины полного вывода советских войск из Афганистана воины-интернационалисты встретились с абаканскими старшеклассниками и юнормейцами. Организаторами урока мужества выступили городской республиканские военкоматы, общественные организации, абаканский линейный отдел транспортной полиции и сотрудники Росгвардии. Сегодня мероприятие, безусловно, посвящено историческим событиям. Ребята, собравшиеся здесь, узнают, конечно, о подвигах наших отцов, прошедших горячие точки. Но одна из целей этого мероприятия, конечно же, рассказать ребятам еще и о современных защитниках Отечества, о современном вооружении. Бойцы ОМОНа и СОБРа представили современные модификации автомата Калашникова. Пистолет Макарова, снайперские винтовки и многое другое. Десятиклассник-кюнормеец Артем Лунин не упустил возможности потренироваться в разборке и сборке АК. Этим хобби увлекается не первый год и очень надеется, что такой навык на практике ему не пригодится. Война – это всегда плохо, как бы то ни было, с кем бы не воевали, за что бы не воевали. Будущее поколение должно показать, насколько мы можем быть сильными, чтобы никто даже не смог посмотреть в нашу сторону, но также должны хранить память о том, что было в прошлом. Остров Даманский, Эфиопия, Венгрия, Афганистан, Югославия, Чечня – эти горячие точки унесли десятки жизней наших земляков. Но память о тех днях не умерла. Ее продолжают хранить и передавать такие люди, как Вячеслав и Демешев. Оскар Артемонов, Андрей Доржу, РТС. Пять кустов произошло. Пять кустов произошло.